Привет всем! Я Егор Шеметов, профессиональный танцор и учитель танцев, а по совместительству шеф-повар на своем канале Dance Kitchen. Люблю свою профессию и вкусно поесть. Мои любимые танцы аргентинская танго и венский варс. На кухне люблю легкие рецепты и сезонные продукты. Сегодня мы будем готовить оладьи с яблоками. Они подойдут как для отличного и вкусного завтрака, так и легкого перекуса в течение дня. Приступим! Берем одно яйцо, три столовые ложки сахара, насыпаем туда грязь, два, три. Сразу же туда же добавляем пол чайной ложки соли и все это перемешиваем венчиком, добавляем пол литра кефира, два с половиной процента. Добавляем две столовые ложки растительного масла, 400 граммов муки, я ее предварительно проселил, чтобы у нас были блинчики попышнее нашей оладьи, и две трети чайной ложки соды. Снова все это перемешиваем. Густая консистенция получается, что она еле сглаивается. Отставляем в сторону. Берем нож, доску, и специальный нож для ковыривания огрызка из яблок. Три яблока очищаем от сердцевины. И режем яблоки на долю. Затем наша задача нарезать яблоки мелкими кубиками. Измельчили наши яблоки, они стали мелко порезаны таким кубиком. И теперь все это добавляем в наше тесто. Добавляем, перемешиваем. Вмешиваем наше тесто. Если получается густоват, то можно немножко добавить кефир. Все перемешали, давайте жарим. Сковорода разогрелась. Немножко добавляем растительного масла, чтобы наши оладушки не пригорали. Распределяем равномерно. И небольшими порциями с помощью ложек столовых выкладываем небольшие такие оладочки. Выпекаем по 2-3 минуты с каждой стороны. Сейчас мы это все украсим. Я использую сахарную пудру. Немножечко корицы, конечно же. И для красоты кладем веточку мяты. Вуаля, наш завтрак готов. Оладьи с яблоками. Сейчас мы будем пробовать готовить наши оладья еще одним способом. Недавно я приобрел себе мультипекарь от Redmond. И вот такие вот панели для приготовления. Считается написано было сырников, но думаю, что у нас все получится сделать и салатами. Давайте их установим. Открыли. Вставили. Зажали. Вторую. Вставили. И зажали. Есть. Теперь. У Redmond есть такая фишка, как управление мультипекарем через приложение. Его я скачал уже себе на телефон. Открываем приложение. Называется Ready for the Skype Redmond. Находим там мультипекарем. Включается по Bluetooth. Класс. Дальше. Приготовление. Выбираем. Значит, у нас было по плану 2-3 минуты с каждой стороны. Оно не здесь он жарит. Сразу же. С двух сторон. Давайте попробуем на 3 минуты сначала установить. 3 минуты. Установить. Включить. Да. И вот он сейчас включился. Дальше перехода к закладке ингредиентов. Где-то 4 минуты. Он написал 4 минуты. Он будет сейчас греться. У меня стоит функция. Сразу же он включает момент нагрева. И это рекомендуется делать для как раз таких холодных панелей. То есть, если вы только встали, только включили. Включайте вот эту функцию нагрева. Они сейчас нагреются. Затем мы с вами будем закладывать туда наше тесто. Пока мы ждем, что наш мультипекарь разогревается. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. В ближайших выпусках буду готовить, раз уж пошла такая тема сезонных продуктов из томатов и грибов. Наш мультипекарь разогрелся. Открываем его. И закладываем туда наше тесто. Также пробуем. Сейчас берем ложку нашей вкуснятины. Аккуратненько кладем. Раз треугольничек. Два треугольничек. По-моему, будет шикарно, друзья. Три треугольничек. Осторожно, панели очень горячие. Поэтому руки лишний раз вставать туда, где стоит. Технику безопасности никто не отменял. Закрываем. Продолжим. И вот теперь пошло время. Три минуты. Ждем три минуты с момента, как мы заложили туда наше тесто. И сейчас мы открываем. Три. Два. Один. Вышло наши три минуты. Вон пищи. О, как они надулись. Здорово. Но мне кажется, что можно их еще немножечко подержать, для того, чтобы они именно подрумянились. Значит, тогда я думаю, что можно будет делать три с половиной минуты. Еще полминуты прошло. Проверяем. Открыли. Ну да, вот так вот уже гораздо симпатичнее. Посмотрим, что снизу. Аккуратненько лопатки достаем. Слушайте, какая красота. Смотрите, какие треугольнички получились. Три с половиной минуты останавливаемся на этой цифре. И аккуратненько достаем. И затем пробуем сразу же еще раз. О, как они. Красиво. И на тарелку это красиво можно уложить. Смотрите, какая прелесть. Раз, два, три. А если четвертый положить, то получится клевер точно. Давайте соберем клевер на удачу. Смотрите, значит, закладывать предлагают теперь чуть-чуть поменьше. Потому что они очень хорошо надуваются. И такие плотненькие становятся. И так кладем вторая закладка. На что хочу обратить внимание, что предложение не дойдет ставить на три с половиной минуты. Поэтому мы ставим там только ровное время на четыре минуты. Мы ставим. Поехали. Второй заход. Как говорят у нас танцоров, второй заход приглашается на паркет. В нашем случае второй заход приглашается в мультипель. Кварчик. Смотрим, что получилось во втором заходе. Замечательно. Все-таки четыре минуты. Подходит нам этот вариант. Снова собираем. И сложили вот так клевер. Подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Пока-пока.